Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян, Настенька, Артем, Родион там сзади. И сегодня классный день, значит классный выпуск. Мы сегодня узнаем пол ребенка. Кто же у нас будет? Досматривайте обязательно выпуск до конца. Я думаю, что он получится очень интересный. Ну и конечно же, нам очень тоже интересно, кто у нас будет. Кто будет у наших мальчишек? Братик или сестренка? Не будем тянуть, поехали! В общем, мы сейчас приехали к морю. Через полтора часа у нас прием УЗИ. Немножко волнительная эта история. Приехали так подзарядиться, немножко освежить свои мыслячки. И пойдем вместе с вами на УЗИ. Так, мы пришли, в общем, в такой медицинский центр. Пойдемте, пойдемте. У тебя здесь такой стиль. Пойдемте, спрашиваем. Так, нас отправили на четвертый этаж. Настеньке дали договор. Настенька, ты переживаешь? Да. Настенька вообще переживает. Да? Мам! Ну ты это, не очкуй. Все будет нормально. Так, парни, вести себя тихо, понятно? И не мешать. Понимаете. Окей? Ну подиже бы. А с вас, ребята, лайк. Ну знаешь, я готова для консорта. Так, что-то он на туалетный. Ну, куда нам приезжать? Ну, что-то изнаедлено. У всех, кто-то изнаедает мамочку. Да, медицинский центр, конечно, бомбовый. Здесь-то все сделано в стиле дорого-богато. Такой вот здесь туалет. Ну, посмотрим, как все пройдет. И в конце выпуска мы узнаем, кто у нас будет. В общем, нас вызвали в первый кабинет. Заходите, только тихо. Тихо. Здрасте. Садитесь сюда, папа, на стульчик, а вы дальше. Если будем, вы сразу. Садитесь сюда, папа. Не, нам не говорить. Нам в конверте, пожалуйста. Нам бумажку. Да. А завтра мы лопнем шарик. А я была девочку. Все хорошо? Девочку хотите? Сейчас трех. Нету девочек, дабы три кота. Зачем вам девочка? Ну, три кота будет, как в мультике. А самая маленькая, это там девочка. А вот она самая маленькая будет. В общем, мы сейчас нам дадут, нам сейчас дадут конвертик. И чуть позже все увидим, кто же будет. До свидания. Я столько рада, с ней никогда в жизни не было. Нам дали бумажечку. Эту бумажку мы отдадим в салон, где нам сделают шарик. И будем скоро лопать. Пойдемте. Так, ребята, мы сейчас приехали за шариком. В Сочи было найти огромная проблема. Сервис просто отстой. Поэтому, если вы хотите замутить какой-то в Сочи бизнес, вот такой вот тип гендер-пати шарики будет очень актуально, особенно в Адлере, потому что тут ниша вообще пустая. Приехали в Сочи, в район, в общем, Мамайки. Доехали с границы в Азии. Сейчас пойдем покупать. Так, мы отдали бумажку, нам бумажку потом вернут. Сейчас нам сделают, и мы двигаемся лопать шарик. Ну что, ребята, все, мы сделали шарик. Вот такой вот у нас шарик получился. Осталось только лопать. А пока пишите свое мнение в комментариях, кто же у нас будет третий. Ой, как интересно, переживания просто нереальные. Но совсем скоро мы все узнаем. Смотри на стенка, чтобы он, это, не отлетел никуда, не зацепился. Так как его поставить? Ну да, вот так вот все, проставь просто, все. Ага, по покажникам ничего? Да, все, садитесь, парни. Ребята, мы приехали на Новолихинское ущелье. Я хочу сразу вам показать здесь эти места. И в конце выпуска мы сорвем этот шарик, узнаем, кто же у нас будет. Слушайте, я не знаю, я переживаю, как в первый раз. У меня аж это, такое легкое потряхивание бросает в какой-то холодный пост. Поэтому очень прошу вас, поддерживайте выпуск лайком. Смотрите, ребята, здесь вот такая вот парковка. Бесплатная, мы запарковались. И здесь, посмотрите, какая красота, какой самшитовый лес. Очень красиво поют птички. Классная. Шлагбаум есть, будка есть, но никого здесь нет. Сейчас посмотрим, будет ли платный вход. Смотрите, какая красота. Наша задача сейчас еще подождать наших друзей. Они приезжают. И будем лопать этот шарик. Здесь вот такой вот вход. Сразу есть и беседки, да. И вот есть уже указатель на туалет. Очень спокойно. Слушайте, здесь просто такая красота. Да, глядите, как это все выглядит. Крыша покрытая самшитом, мухом. Да, очень и очень здесь круто. Еще, друзья, что сразу сходу понравилось, это то, что здесь есть вот такая бесплатная детская площадка. Мне очень нравятся те места, где продумывают занятия для детей, заботятся о детках. Потому что, да, давайте. Потому что пока взрослые отдыхают вот в этих вот замечательных беседках, детки могут насладиться игрой. Вот, собственно, что нашим и сделали. Здесь вот такая вот еще есть красивая локация в виде сказки. И пошли дальше беседки-беседки. Дальше туда уходит река. Беседки здесь, получается, повсюду. Что-то занято. Где-то уже отдыхают. Посмотрим, где будем мы. Вот тут вот дорога заканчивается, а снизу есть еще дорога. Красота, конечно, тут. А вот уже приехали наши друзья. Вот тут сейчас будем все вместе и вместе с вами лопать шарик. Вот это событие. Привет, привет. Привет. Дорога очень интересная была. Ладно, да, в гору. Там площадка... Вообще, я еду, у меня вообще всего прям потряхивает. Да, у нас уже там усилы. Так, я иголку-то забыл. Я бы не знал почему. У Агнессы острые ноготочки. Она сейчас, хоп. Пойдем, там площадка детская. Пока сейчас пришли. Я за иголкой. В общем, самый главный атрибут это иголка. Мы так подумали, что нам дадут специальное перо. Ну, как вот у них в аккаунте было написано. Но пера не было. Нам дали просто иголку. Ну, будем, значит, лопать иголкой. Блин, я переживаю. Просто что-то как-то нереально. Я не знаю почему. Наверное, потому что очень хочется дочку. И как бы... Насчет пацана никто не против даже. И как бы почему бы и нет. Пусть растет футбольная команда. Не знаю. А здесь, короче, есть такой пляж. Смотрите, какая красота. Здесь бани. Здесь вот 500 рублей, по-моему, стоят с человека. Вот так вот спускаешься. И попадаешь вот на такую пляжную зону, где, конечно, можно искупнуться. Не буду я вам обещать, что у меня будет покупка в этом выпуске. Но, не знаю, посмотрим, ребята, посмотрим. А вот туда по ущелью можно пройтись. Настенька, ты думаешь, кто будет? Мальчик. Мальчик. Родион, ты кто думаешь? Девочка. Девочка. Ты, Артем, девочка? Сюш, ты что думаешь, кто будет? Мальчик. Мальчик? Вы что все? Разговорились? Самбат, как ты думаешь, кто будет? Я ставлю на девчонку, потому что надо разнообразить ваше братство. Вот. Правильно. Ну что, давайте узнавать. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да нельзя. А будут кушали уже? Может, ты заведуешь что? Я знаю, это турки. Ну давайте еще курием. Что, ребята, мы решили отметить это событие. Вот так вот мы разместились, заказали себе, что-то заказали, лепешек. Это что, борщ? Нет, это соус. Да я понял. Вот, сейчас перекусим и заряженный на поход двинемся вдоль ущелья. Вот эта штука нереально вкусная. Вот, мне никто не даст орать. Она в арту тает, и ее хочется так прям запихать. Ммм, ну и кайф. Кто будет здесь, обязательно тормознитесь, покушайте. Это хачапури по-аджарски? Нет, это она американская. Хачапури, она водочка идет. Короче, хачапури, но по-другому. Вот. В общем, будем держать интригу, кто будет. Отправляемся пока с вами вглубь каньона. Погнали. Вот здесь вот можно пройти, можно подняться вверх. А можно, посмотрите, какая красота. Можно пройтись вот тут вот, прям сверху каньона и попасть, ребята, вот на такой прекраснейший вид. Вы только поглядите, какая красота. В общем, когда потеплее, здесь можно прямо искупаться, поплавать, либо попрыгать по камушкам и вот тут. И проскочить туда, вглубь каньона. Оно тут очень красиво. А можно подняться наверх и оттуда откроются совершенно другие виды. Сейчас покажу. Вообще кайф, а? Да. Просто вот так вот. Не нужно повторять, не надо так повторять. И открывается вот такая красота. Ну и, конечно же, мы не можем не поэкстримались. Мы попробуем пройти туда подальше. Опа! Это что за провода? Бори тут немножко оголённо. Начинаем сами путь в каньон, посмотрим, куда мы придём. Но как же мы без экстрима-то? Так, мы продолжаем, короче, путь. Да, здесь, ну, можно пройти, да. Конечно, мы никогда не откажемся вместе с вами от... Опа! Экстрим. Вот видите, как приходится прыгать по вот этим скалам, не знаю, по низу, по верху. Ну, короче, мы и пришли. Видишь, всё, здесь начинается такая воронка. Ты, короче, ныряй. Ныряй, это. Прикинь, рухнет. Ребята, посмотрите, какой цвет воды. Посмотрите, какой кайф. Да, вода холодная. Там такая образуется воронка из течения. Здесь тоже воронка. Здорово. В общем, мы сейчас такие все норки здесь проведаем. Вот можно спуститься на такой мини-пляж. В общем, летом, конечно, это огонь. Солнце будет светить. Сегодня вот немножко пасмурно. Но сюда примчать. Банька. В принципе, от солнца, да, будет банька. И просто... Сюда занырнуть. Сюда. Нет, здесь же вообще она огромная. О, как это кайф. И все в самшитах. Два, три, шесть, шесть, пять, шесть, шесть, восемь, семь, восемь, семь, восемь. Малыш. Все же было в записке. Ваще. Надежды не оправдались. Малыш. Малыш, да. Не, мальчик написал. Мальчик, мальчик. Я тоже так, как я написал. Я тоже так написал. Я тоже вроде присутствую. Тепочка чуть-чуть подрасстроилась. Ты сестренку, да, хотел, сынок? А ты, Радюшенька? А? Я хочу и тот. Ну, зато ты теперь старший брат будешь. Будешь его тоже учить, в карате друг друга бить. Будете? Я, конечно, до последнего думал, что будет девочка, но видимо, пока пока не судьба. За нового Баранчука! За нового мужика! 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 Понятно. Ну, ты куча-куча, мы калимоним. Мужика! Мужика! Постоянно! Мужика! Продолжение следует... Мужика, пригодия! Ну что, ребята, вот такой вот выпуск у нас сами получился. Он очень необычный получился, я думаю, вы это поняли. У нас будет пацан. Я очень и очень сильно хотел и думал до последнего, до самого вот этого последнего, когда я протыкаю шарик, я думал, что сейчас открою глаз и посыпется розовое конфетти. Но посыпали синенькие, я не расстроен, ничуть ни капли. Спасибо, кто поздравит, спасибо, кто напишет. Значит, мы будем растить футбольную команду, а у меня будет на одного друга больше. Увидимся завтра в новом выпуске. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»